Меня зовут Глеб Полиенко, я работаю в компании Bitfury, представляю проект Exonum. Exonum это фреймворк для создания блокчейн решений широкого направления, начиная от государственных решений, заканчивая блокчейнами для бизнеса, для практически любых целей. Если глобально поделить на две разные группы, это проекты для государства и для бизнеса. Для государства Exonum будет полезен тем, что он позволяет создать платформу, которая позволяет государству стать более открытым, более прозрачным. Это касается как реестров, реестров граждан, реестров недвижимости, реестров водительских лицензий, то есть любые практические реестры. Это здравоохранение, создание общей среды, хранение медицинских данных, медицинских карточек, выписывание рецептов, чего угодно. Это идентификация, то есть использование вместо паспорта некоторой электронной записи, так, чтобы можно было с помощью своего смартфона получать любые сервисы, представляться. И сервис будет сразу понимать, кто вы такой и брать только те данные, которые ему нужны. Если говорить о бизнесе, то в первую очередь самое основное, о чем всегда говорят, как про блокчейн, это supply chain, то есть каналы поставок, когда множество компаний участвуют в том, чтобы произвести какое-то устройство или товар и потом поставить его конечному потребителю. Это очень непрозрачные системы и их фактически невозможно контролировать в одиночку. Блокчейн позволяет создать единое пространство данных, где каждый, начиная от производителя и заканчивая ритейлером, который продает это конечному пользователю, может иметь доступ к этой системе и пользователь, соответственно, в этом случае чувствует себя защищенным. Это банки, то есть блокчейн для банков позволяет дать гарантию пользователям, что их деньги находятся в правильном управлении, используются правильными методами, никак не выводятся, ничего с ними не происходит. Также для крупных компаний очень важно прохождение аудита. Аудит – это очень длительное, сложное мероприятие, когда приходит несколько человек, такая большая группа начинает всех спрашивать, скажите нам вот этот документ, вот этот документ. Вот если бы документооборот компания вела бы на блокчейне, то это позволило бы существенно сократить как расходы денежные, так и временные на эту процедуру и проверять буквально несколько документов, смотреть, что они действительно есть в блокчейне и выдавать позитивное заключение. Exxonum – это фреймворк для создания permissioned или приватных блокчейнов, то есть иногда эти понятия путаются, то есть приватный блокчейн да блокчейн закрытый от всех, но в таком блокчейне практически нет смысла. Permissioned blockchain – это решение, в котором известны ноды-валидаторы, то есть ноды, которые занимаются валидацией транзакций, валидацией бизнес-логики, которые они соответствуют. При этом Exxonum позволяет к этой системе подключать аудиторов так, чтобы они тоже имели доступ ко всей этой системе, могли предоставлять любые сервисы такие же, как и полная нода, но они не могут при этом никак нарушить работу консенсуса, и поэтому это очень важный аспект для бизнеса или для государства, потому что бизнес-государства, они сейчас не готовы работать на полностью децентрализованных системах, то есть отдавать эти системы на откуп какого-то сообщества, которое может себя повести не всегда правильным для них способом. Но мы также понимаем, что у Permissioned Blockchain есть проблема в том, что, так как количество нод-валидаторов ограничено, то чисто теоретически они могут сговориться между собой и переписать историю. Так как майнинга у нас нету, у нас консенсус по-другому устроен, то это теоретически возможно. И для этого мы разработали, наверное, самый важный модуль в Exxonum – это модуль анкоринга. Exxonum устроен таким образом, что данные в нем складываются в особые структуры, и всегда, в каждый момент времени есть уникальный хэш, который отображает состояние всей системы. Если мы этот хэш будем регулярно публиковать на общедоступный публичный блокчейн, в принципе, это может быть и не блокчейн, это может быть газета или что угодно, то таким образом мы повышаем безопасность в плане потенциального изменения исторических данных до уровня блокчейна, на котором мы публикуем. Вот сейчас у нас разработан модуль анкоринга на биткоин, так как биткоин сейчас это самый безопасный блокчейн, то есть по разным оценкам стоимость атаки на ретроспективные данные оценивается в миллиарды долларов. В случае, если участники сети все-таки решили сговориться и как-то подменить это данные, то, во-первых, любой честный узел аудитор, который тоже участвует в этом, не подтверждает транзакции, просто как аудитор, он сразу обнаружит изменения. И плюс человек, который получал уже какие-то данные из блокчейна с криптографическим доказательством наличия этих данных, которые в итоге сводятся к хэшу на биткоине, он, во-первых, он увидит то, что данные были изменены и у него будет на руках доказательство, которое он может, в принципе, предъявить в суд или куда-то еще куда он захочет, доказательство того, что данные были изменены, а у него есть настоящая версия. То есть, по сути, своим блокчейном мы делегируем хранение данных на людей. То есть, люди, они могут, каждый человек, если будет хранить у себя данные, которые относятся к нему, то, в принципе, в случае какого-то сговора или прекращения работы блокчейна, они смогут собрать все эти данные и, по сути, восстановить все, что в нем происходило. Таким образом, у нот, которые занимаются валидацией транзакции, у них отсутствует мотивация даже пытаться сделать какой-то подмет. Мы начали свою историю государственных проектов с Грузии. В январе этого года мы запустили проект земельного реестра на блокчейн в Грузии. Сейчас он работает. То есть, каждый человек, который покупает или продает недвижимость или земельный участок в Грузии, он может получить электронный документ, который защищен блокчейном, и использовать его по своему усмотрению, если ему нужно доказать владение им, например, получая кандид в банке. Также сейчас у нас есть несколько проектов в Украине. В начале сентября 2017-го мы завершили пилот с государственным аукционом CETAM. По случаю завершения они переименовались в Open Market, так как стали более открытыми, прозрачными. Там блокчейн контролирует ход аукциона. То есть, были случаи, когда в аукционе либо подменялись начальные условия этого аукциона, либо когда человек делал ставку, а потом ему говорили, что ставки в итоге не было. Сейчас все это фиксируется на блокчейне. Любой участник может убедиться, что никаких подмен не происходило, что ставка была принята. Он может это посмотреть как через интерфейс самого аукциона, так и через интерфейс аудитора. В качестве аудитора был приглашен фонд «Евразия», базирующийся в Вашингтоне, США. И у них есть мотивация, наоборот, действовать честно и быть честным аудитором в этом случае. Поэтому вот так мы принесли в этот процесс прозрачность. Также у нас на подходе, на завершающей стадии пилот по земельному кадастру в Украине. Сейчас уже, я так бы назвал, развёрнута бета-версия. То есть, мы совместно с разработчиками дорабатываем последние детали. С земельным кадастром в планах позвать в качестве аудитора Transparency International. На пилотной стадии мы считаем, что одного аудитора достаточно, но в целом система никак не ограничивает количество аудиторов. То есть, если любая другая организация захочет присоединиться или некоторый общественный консенсус сформируется по поводу того, что этому проекту нужно больше аудиторов и можно добавить вот этих, этих, там, эту компанию, то в целом ничего не мешает им. Достаточно взять уже разработанное ПО, установить у себя и развернуть это в том виде, в котором они хотят. Сейчас это ограничено тем, что аудитор тоже должен подключиться к сети, то есть, он должен иметь некоторый доступ некоторого уровня к серверам-валидаторам. На будущем рассматриваем такую модель, в которой кто угодно сможет подключаться к сети и быть аудитором. Также у нас сейчас есть государственные проекты в России. Мы общаемся с Казахстаном, еще с несколькими странами, а в части проектов с бизнесом у нас есть проект с Китаем, достаточно большой, который впоследствии может перерасти в некоторый проект между государством и бизнесом. Это проект с компанией BestSign, у нас подробнее можно почитать на нашем сайте. Это компания, которая занимается цифровыми подписями и сейчас они согласно регуляции, которые действуют в Китае, обязаны отпечатки этих подписей предоставлять государственному регулятору, чтобы он разрешал какие-то спорные ситуации. Соответственно, так как это государственный регулятор, это происходит медленно и люди, у которых какие-то вопросы к этому возникают, компании могут терять деньги. Соответственно, мы планируем эту систему перевести на блокчейн, чтобы в любых спорных ситуациях блокчейн выступал некоторым таким ultimate-арбитром и чтобы это можно было быстро проверить, была ли сделана такая подпись или нет, когда и кем. Проект Plasma – это интересный подход к скейлингу блокчейнов. В принципе, мы, когда разрабатывали X-Zonum, у нас тоже были аналогичные мысли, что публичный блокчейн, в принципе, не подходит для того, для чего многие пытаются сейчас использовать. То есть будущее – это за некоторым большим публичным блокчейном и приватными блокчейнами, которые как-то к нему, как-то с ним взаимодействуют. Приватный блокчейн можно децентрализовать настолько, насколько хочется. То есть можно разместить 4 ноды в одном месте, а можно разместить 20 нод по разным независимым организациям. То есть это вопрос бизнеса, насколько он хочет быть децентрализованным. Правительство пока не готово терять вот именно управление над этой структурой, то есть отдавать ее полностью в децентрализованное сообщество. Но, как я уже говорил, за счет того, что ноды аудиторы, то есть могут подключаться, не нарушая работу системы, вот это, мне кажется, самый правильный способ создания такой системы. Стефинь промостон carries в комментариям企 14. Анатоллова, в зависимости от того, как инфраструктуры нужно изучатьcer от з哎 с участия подхода П Тру priorities